Мальчик в тяжёлом состоянии Мальчик в тяжёлом состоянии И всё быстренько на машину и сюда Я его с самого детства колола сама И никогда у него ни реакции, он аллергетиком не был У него никогда не было ничего Я его сама колола, даже без врачей я его колола До инъекции, говорят врачи, у Вани был трахеобронхид Тяжёлый воспалительный процесс в бронхах, трахея и бронхиолах Сейчас дела куда серьёзнее. Что именно привело к таким последствиям, антибиотик или анестетик, лидокаин, сказать сложно. Этого сказать не может никто. Значит, с одинаковой долей вероятности и то, и другое. Любое вещество в состоянии вызывать аллергию. Чем быстрее мы прикладываем руки к таким пациентам, тем лучше прогноз. Врачи говорят, такие случаи один на миллион. Но Ваню реанимировали в пятницу, а за пять дней до этого в понедельник в фельдшерском пункте Молодежницкого района тоже от инъекции цифтриаксона и лидокаина скончалась 31-летняя женщина. Ольга Бабкевич, медик по образованию, отказалась от таблеток и попросила сделать именно укол антибиотика, который вроде как принесла сама. В деталях сейчас разбираются следователи. Тогда Минздрав использование цифтриаксона и лидокаина ограничил в связи с единичным случаем тяжёлой нежелательной реакции. Специалисты поясняют, тяжёлые формы аллергии будут фиксировать столько, сколько человечество будет принимать какие-либо препараты. Да и веществ, которые могут вызвать нежелательную реакцию, много. От цветочной пыльцы и цитрусовых до укоса пчелы. К тому же пациент может годами принимать, скажем, пенициллин до тех пор, пока в организме не накопится его предельной концентрации. Тогда неожиданно начнётся аллергическая реакция. Действия и само проявление анафилактической реакции, что при антибиотиках, что при других лекарственных средствах, что при пищевых продуктах, сама по себе реакция и само по себе клинические проявления выглядят одинаково. Правил, как избежать тяжёлой аллергии, несколько. Главное знать и сообщать лечащему врачу, какое лекарство организм не переносит, не заниматься самолечением, а при первых признаках аллергии немедленно отправляться в поликлинику или вызывать скорую. В любой больнице есть такая укладка анафилоксии. Чемодан со всеми препаратами, которые могут понадобиться для локализации аллергии. Есть он в каждом отделении, где ведётся приём лекарств. Каждый врач в своей жизни сталкивается с резкой аллергией у пациента. Где и из-за какого препарата случится, неизвестно. Бывали случаи, когда смертельно опасные приступы случались в кресле у стоматолога. Не обязательно на антибиотики, бывает на другие препараты, на нестероидные противовоспалительные препараты, бывает на инъекционные, бывает на пароральные, даже на таблетки бывает реакция. Слухи о якобы некачественности цифтриаксона медики развеивают. В Молодечницком районе пациентки ввели лекарства белорусского производства, а мальчику из Борисова, по предварительным данным, российский препарат, купленный за пределами страны. Не было и классической ошибки самолечения, когда ребёнку просто ввели не то лекарство. При трахиобронхите нужно вводить именно раствор антибиотика. Врачи говорят, остаётся ждать. Состояние Вани по-прежнему остаётся тяжёлым. Врачи с прогнозами не спешат. Сколько ещё мальчик пробудет без сознания, неизвестно. Но родные надеются на лучшее и будут находиться здесь столько, сколько потребуется. Андрей Александров, Игорь Тур, Дмитрий Буй. Наши новости ОНТ.